Росхим приступил к строительству завода по производству незаменимых аминокислот Дон Биотех в Ростовской области. Это инициатива продолжения политической кампании по снижению импортозависимости агропромышленного комплекса страны. Полностью для покрытия российского рынка, дефицита российского рынка незаменимый аминокислот из сульфат лизин. Из пшеницы. Уже оборудование завезено на 80%, строительная работа завершена на 70%. Это в городе Волгодонске данная строительная площадка. Основные детали проекта глава холдинга Эдуард Давыдов рассказал первому заместителю председателя правительства России Денису Мантурову на форуме InnoFood, проходящем в Сочи. По плану Росхима потребителями новой продукции станут производители комбикормов, продуктов, предприятий животноводства и фермерские хозяйства. Объем инвестиций на первом этапе составляет 27,5 миллиардов рублей. Из них 7 уже вложено. На втором и третьем этапе компания ставит цель выйти на производство витаминов группы А, В, Е, биоконсервантов, кормовых витаминов и ферментов. В эти стадии холдинг инвестирует порядка 80 миллиардов рублей. На предприятии Дом биотех в городе Волгодонск мы планируем организовать самое крупнейшее инновационное производство сульфата лизина в Российской Федерации. Мы приступили к строительству данного объекта и к концу 2025 года мы планируем пустить его в эксплуатацию. Таким образом мы повысим продовольствие безопасной страны и полностью закроем российский рынок незаменимых аминокислотов, необходимых для производства комбикормов для животных. Свою продукцию на общем стенде производители, входящих в группу Росхим, показали и стерлитомахские БСК, и СНХЗ. Башкирская содовая компания представила пищевую добавку гидрокарбонат натрия. Область ее применения – это пищевая промышленность, фармацевтика и сельское хозяйство. Помимо этого предприятия Росхима выпускают кормовую добавку «Аммофос», несколько марок антиоксидантов «Агидол». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова